МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно так. Вообще проблема головных болей сейчас волнует Европарламент тоже, поскольку очень большие экономические последствия несет тот факт, что пациенты, которые страдают головными болями, отсутствуют на работе. И вот даже такой редкий вид головных болей, как кластерные головные боли, они достаточно редки по сравнению с мигренью, головной болью, напряжением. И их частота всего 4 человека на 1000. То есть в Екатеринбурге примерно 6000 человек страдают кластерными головными болями. Но опасность ей заключается в том, что эти головные боли, их еще называют суицидальными, поскольку человек испытывает нестерпимые боли в области одного глаза. При этом он очень обеспокоен тем, что возникло. Если впервые у человека заболел глаз, многие могут подумать что-то с глазом. И пойти к офтальмологу. И пойти к офтальмологу. Если офтальмолог не знает, что это действительно кластерные головные боли, он может лечиться с различными диагнозами. И вот в частности в наш центр лечения головных болей за 5 лет существования нашего центра пришло всего 10 человек с кластерными головными болями. Это очень мало. Но они, наверное, не подозревали, что у них кластерные головные боли? Действительно, вы правы. Те, кто пришли даже в наш центр лечения головной боли, они лечились не с такими диагнозами, как кластерная головная боль. Они лечились в большинстве случаев с диагнозом мигрень. И некоторые лечились с диагнозом невралгии треничного нерва. И в результате лечение им не помогало. И у двух человек стали хронические головные боли. То есть это просто ужасные боли, которые испытывают люди каждый день. Представьте, что к нам приходил мужчина, который испытывал головные боли в течение года постоянно. В области одного глаза он просыпался через час после засыпания ночью с ужасными болями. Он не знал, что делать. То есть люди находятся в состоянии паники в период развития вот этого пучка или кластера головных болей, который сосредоточен именно в области одного глаза. При этом возникает покраснение глаза, может быть опущение даже века, легкое верхнего века. Может быть миоз, то есть сужение зрачка. И при этом слезотечение из этого же глаза, заложенность одноименной половины носа. И может быть именно выраженное покраснение склеры. То есть глаз становится красным. Вот это самые главные признаки. Да, я так понимаю, что сейчас пересчислили, как можно отличить. Каким признакам кластера головной боли. То есть вообще, если вот по таким признакам, это действительно очень такой характерный симптомокомплекс, то есть набор клинических признаков при кластерной головной боли. Тем не менее, многие врачи ставят неправильный диагноз. Почему это происходит? Поскольку вот такие боли в области глаза нередко развиваются также при невралгии первой ветви тройничного нерва. Но на самом деле отличия кардинальные между невралгией, то есть если поражается ветвь тройничного нерва, и между кластерной головной боли. Во-первых, слезотечения не бывает, глаз не краснеет, опущения века не бывает при невралгии. Это просто боли, они как стреляющие, курковые еще называют. Это вот невралгия. При кластерной головной боли боль, как будто бы кто-то вырывает глаз. Она локализована не только в области глаза, но и заглаялым. И вот эти характерные вегетативные симптомы, как слезотечение, покраснение глаза и заложенность носа, это только характерно именно для кластерной головной боли. А может болеть один глаз или оба? Болит – это односторонняя, строго односторонняя боль. Очень редко у кого сначала болит один глаз, потом, допустим, может заболеть другой глаз. Но это не в этот же период времени, это может быть через полгода, может быть чередование. Но, как правило, это только односторонние, строго односторонние боли. И характерно, что продолжительность этой боли может быть от 15 минут до 3 часов То есть ночью человек просыпается, через час после засыпания от дикой боли И этот болевой приступ может закончиться к утру Или, допустим, продолжаться 3 часа Очень редко, значительно дольше Но почему же многие врачи ставят, допустим, диагноз мигрень Тем пациентам, которые страдают кластерной головной болью Поскольку при мигрене боль тоже строго односторонняя Но она не локализована в области одного глаза Она локализована, как правило, в половине головы И боль эта сопровождается непереносимостью яркого света, звуков, тошнотой и рвотой И поведение пациента при приступе мигрени кардинально отличается от поведения пациента в период кластерной головной боли Как я уже сказала, пациенты очень обеспокоены Некоторые из них просто готовы биться головой об стену Не помогают никакие лекарства? Не помогают никакие лекарства Если они принимают анальгетики, боль не купируется При мигрене, если даже они примут какой-то анальгетик, боль купируется И они, как правило, при приступе мигрени предпочитают лежать Они лежат, и при этом боль уменьшается Только они встают, боль усиливается Даже ходьба по комнате сопровождается тем, что при мигрене боль усиливается При кластерной головной боли ничего не помогает И есть ряд других головных болей, которые похожи тоже на кластерные головные боли Но их вообще фактически врачи в общей практике не знают Это так называемая гемикрония Гемикрония по-другому называется боль в половине головы Но в отличие от мигрени, она сопровождается теми же симптомами, как при кластерной боли То есть может быть покраснение глаза, выделение слизи из носа, слезотечения, заложенность носа Но эти приступы, как правило, при гемикронии континуа продолжаются весь день То есть нет таких периодов, что 3 часа поболело и все прошло Это называется гемикрония континуа А есть еще другая форма, гемикрония пароксизмальная Когда приступы точно такие же в половине головы сопровождаются покраснением глаза, выделением слизи из носа И может быть небольшое опущение века Но приступ продолжается всего 30 минут И вот такие вот детали знает только врач опытный, который занимается лечением головных болей Поэтому в Европе, даже Европарламент призывает обращаться всех пациентам с кластерными головными болями В специализированный центр лечения головных болей Почему? Потому что вот такие вопросы дифференциального диагноза должен знать именно опытный врач Который каждый день смотрит множество пациентов с головными болями И он тогда легко отличает, что это Кластерная боль, гемикрония континуа, мигрень или невралгия троничного нерва И никогда не спутает А диагностировать вообще сложно кластерную боль? Кластерную боль несложно, но есть ряд таких атипичных болей Вот допустим, если в норме, согласно классификации, боль должна продолжаться всего 3 часа Бывают затяжные приступы, когда боль продолжается, допустим, 6 часов Есть еще такие жалобы, как, допустим, тошнота, может быть, у некоторых пациентов Которая настораживает в плане нет ли мигрени И здесь только врач, который очень подробно расспрашивает пациента Может поставить правильный диагноз И который имеет именно опыт лечения головных болей и их диагностики Но если даже у нас затруднения Бывают такие затруднения у некоторых пациентов Допустим, головная боль, если кластерная Обычно появляется в возрасте от 20 до 40 лет И страдают в 5 раз чаще мужчины Это тоже такой характерный симптом, так скажем, для нас Не женщины, в отличие от мигрени Когда наибольшее число случаев все-таки мигрени у женщин А если, допустим, случилась кластерная боль у пациента в возрасте 60 лет И она имеет какой-то затяжной характер Мы обязательно направляем на МРТ, чтобы исключить опухоль, аневризму И другие серьезные заболевания, которые могут маскироваться под этой кластерной головной болью Но, как правило, для того, чтобы поставить диагноз Достаточно очень подробного интервью В частности, вот у нас в Центре лечения головных болей Когда приходят пациенты Весь процесс опроса, неврологического осмотра Занимает не менее 30 минут Ну, я думаю, что да, наверное, редко какая муниципальная или государственная больница Можете позволить, получается, общаться с пациентом Вы сказали уже, что никакие обезболивающие не помогают Не лечатся, получается? Нет, лечатся Я сейчас даже расскажу Для того, чтобы, мало ли, если пациенты, кто-то страдает такими болями Они знали, что можно использовать Потому что многие, допустим, живут не в Екатеринбурге Они пока доедут до нашего центра, пройдет время Во-первых, если возник приступ кластерной боли И пациент, чувствовав все симптомы, о которых я говорила Нужно купить в аптеке сумма мигрен Либо иммигран назальный спрей То есть есть такие препараты, это относится к группе трептанов И это сумма трептан И впрыснуть в эту же половину ноздри В частности, лучше всего сумма трептан в зальный спрей Боль должна утихнуть Но самое главное, что лекарства есть Лекарства есть И еще есть дыхание стопроцентного кислорода То есть тоже продается такой баллончик В частности, у нас медтехника на фронзе есть И пациент вдыхает вот этот кислород стопроцентный И боль уменьшается Но вот по моему опыту Я видела таких в нашем центре 10 пациентов Только двум помогало вдыхание стопроцентного кислорода Большинству помогает все-таки иммигрант интерназальный спрей А хирургические мешательства как-то могут помочь? Хирургические мешательства нет Здесь, если только выявлена какая-то патология В частности, аневризма Описаны такие случаи кластерной головной боли При аневризмах сосудов головного мозга То есть это выпячивание сосудов головного мозга Которое воздействует на определенные структуры мозга И вот таким проявлением может быть Также кластерная головная боль Тогда, конечно, производится клипирование аневризмы И боль полностью исчезает Но есть еще ряд таких современных методов лечения Как нейромодуляция Но это аппараты, которые еще до сих пор в процессе регистрации в России И, может быть, в будущем мы можем их использовать тоже Надо сделать все-таки уточнение Прежде чем бежать в аптеку за лекарствами Надо обязательно проконсультироваться с врачом А известно что-то о причинах появления таких болей? Этот вопрос до сих пор не вполне изучен Но уже сделано много в плане этого И предполагается, что очень вовлечен гипоталамус Гипоталамус это структура головного мозга Которая регулирует как раз циркадные ритмы То есть ритмы сна, бодрствования И вот эта структура вовлечена Даже отмечена связь такая Что максимум проявлений вот этих кластерных головных болей приходится на день весеннего равнодетствия Который как раз был у нас Этот день был 21 марта в этом году И в этот период пациенты чувствуют как раз обострение этих кластерных головных болей Поэтому и Европарламент сделал такой день именно в день весеннего равнодетствия Поскольку действительно есть роль в этом циркадных ритмов И есть также роль, если пациент допустим перелетает куда-то И там изменение часовых поясов происходит У него может начаться этот приступ кластерной головной боли Пациенты как правило не чувствуют, что он начнется Но некоторые из них чувствуют буквально за день, за два Что появилась повышенная сонливость, раздражительность Вот это могут быть привестники этого приступа А есть разница, как лечат кластерные боли за границей, в Европе, например И может быть в нашей стране Да, вот я была как раз в Датском центре лечения головных болей неоднократно уже И у них прицельно они занимаются лечением кластерных головных болей С использованием имплантации различных электродов, нейромодуляции Которые как раз воздействуют на гипоталамус И у нас... Головной мозг, получается? Да, 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 да То есть воздействие на головной мозг То есть нейромодуляция очень перспективный метод в будущем И это отличие Но, в общем-то, в большинстве случаев нейромодуляция Это 10% всего от общего количества больных, которые используют этот метод В большинстве случаев лечится очень хорошо препаратами ингибиторов кальциевых каналов Которые используются у нас очень широко в центре Но их непросто назначать Для того, чтобы назначить этот препарат, пациент должен пройти очень хорошее обследование Чтобы не было выявлено никаких блокад в сердце Чтобы не было аритмии, которые препятствуют назначению этих препаратов И необходим контроль электрокардиографии на фоне лечения один раз в неделю Спасибо большое Единственное, что все-таки задам, уточняю еще последний вопрос И правильно, потому что кластерная головная боль Если говорить вообще про разновидности головных болей Она считается самой серьезной Она считается самой ужасной То есть это боль, которая сильнее, чем зубная боль Человек, испытывая эту боль, находится в состоянии отчаяния То есть поэтому она называется суицидальной болью Поскольку она нестерпимая Спасибо большое, что пришли сегодня в студию Спасибо, что ответили на наши вопросы Напомню, что в эфире была программа «Гузня» До свидания Субтитры подогнал «Симон»